здравствуйте уважаемые дамы и господа раввин алексартовский марина роща москва завершение главы ваикра написано и говорил бог обращаясь мужа так если кто-нибудь согрешит пред богом и злоупотребит доверием ближнего отрицая что ему было отдано что-то на хранение или во временное пользование или будет виновен в грабеже или в присвоении имущества ближнего или найдет потерянное и будет отрицать все это и поклянется ложно что не совершал эти грехи то признав вину так пишет тора признав вину он должен возвратить награбленных если же он поклялся ложно то он должен отдать все сполна прибавив к этому пятую часть очень интересный момент нам открывать тора и обратить внимание из этих вот таких пяти запретных ситуаций когда человек присваивает себе депозит или что-то что что ему было отдано на хранение какой-то вклад или например какую-то суду когда ему дают на пользование он говорит вдруг я денег не брал или он ограбил и говорит не грабил или он присвоил например надо было заплатить чеку зарплату ну он не заплатил искал чек у меня не работал и так далее или нашел что-то и и люди как-то узнали я ничего не находил при всех этих случаях этот человек грешил против бога и против лишь написано что если он еще и клялся ложно то вообще вот интересный момент рассказывает нам переселение душ великий раби ицхак лури ашкеннази основатель сфатской лурианской кабалы в беседе со своим в два раза превышающий его по возрасту учеником рабихаем виталем он ему сказал если ты хочешь узнать секреты мироздания спустись в город аку и выйди так на море знаем что город сфат он является самой высшей точкой галилеи а какое-то море и вот обихаем виталь идет к морю там такой песочек пальма и он замечает издалека как подходит мужик еврей снимает кошель знаете тогда быть такой кошель как ремень нем был вмонтирован кошелек так и возрывает не глубоко в песочек идет купаться через минуту приходит 2 садиться на это место и так знаете крутится крутится чувствует ручкой об что-то там не так лежит снимает кошелек еще полон золотых динаров быстренько уходит ходит 3 который вообще ни при чем выходит из воды 1 естественно не зная что там вообще присутствовал 2 видит 3 и спрашивает где кошелек а то там говорит какой кошелек не было никого кошелька он действительно ничего не знал забивает его насмерть раби хаим виталь видит это все гивал гивал бежит своему учителю говорит ребе объясними в чем тут дело великая аризаль говорит ему все эти три персонажа они жили когда-то какие-то времена тот кто первым зашел в море когда-то в свое время был другом 2 2 пришел к нему как друг наши мудрецы говорят что когда ты отдаешь на хранение что-то другу в этом случае ты можешь это делать доверяя ему и не брать с него расписку обычно это нужно делать какие-то деньги когда одалживают или дают в суду или какое-то совместное предприятие все это надо оформлять при свидетелях расписки почему что потом не дай бог не обнаружилось недоверием мягко выражаясь бывают ситуации намного хуже но есть ситуации когда человек не хочет чтобы кто-то знал когда он берет предположим суду он не хочет что он попал в какую-то кризисную ситуацию или он вкладывает у кого-то деньги я не хочу чтобы люди знали что я вложил у тебя деньги я уезжаю вернусь соберу любом случае это на таком доверительном аспекте вот он горит тот второй он доверяет тому кто зашел тогда в море доверяет свои деньги уезжает возвращается назад тот ему говорит какой кошелек то есть никаких денег я не брал ты мне ничего не вкладывал это была вся жизнь этого человека он ему доверял и он вызывает в суд а этот человек вот этот первый так назовем он договорился с судьей но он сказал ему я тебе отстегнул то что нужно потому что судья был очень дотошный и он мог на каком-то уровне вычислить что тот действительно ему брал и он клянется ложно и судья принимает эту клятву а тот клянется ложно именем бога вот первый который зашел в это море это был тот который взял вклад второй тот кто дал ему в принципе он не забрал свое уже в другой жизни а третий который получает по голове до смерти это судья потому что судья ответственен за все что происходит в этом мире особенно когда он кривит судом он порочит имя творца и когда есть такая ситуация доверительная третья сторона всегда боку поэтому тут и написано что согрешит пред богом бог он свидетель когда вклад дается другому без определенных свидетель шалом шалом